Вот ты каждый ход, ты вот соседи, ну там стяжка является бетоном по факту, это бетон, который в грамме, да, в Ворбунг, я не знаю как по-немецки, ну Ворбунг это бугры, да, то есть ты края... Дело в том, что... То есть подожди, знаешь как, вот как неправильно на мой взгляд, когда приходят, давай уберем то, что так как делает вся Россия, Германия делает только в гаражах, ну ладно, не будем об этом. Нет, это я говорю, сразу звукоизоляция, вы представляете, над вами живет, там дети, и они сделали прям стяжку напрямую перекрытием. В моей практике были квартиры там, где хозяин нижней квартиры, получается, пришел к верхней, еще до ремонта, я сказал, вы знаете, я даю вам в подарок. Я тоже приготовил тебе подарок. Ну что ж, ты мне приготовил отличный подарок, спасибо. Нет, нет, нет. То есть полностью теплоизоляцию полов и стяжку, то есть нанял ребят, сам заплатил, да, чтобы у него сверху сделали стяжку. Да, да, то есть в моей практике такие случаи были, но это... Человек, который знает, либо у него есть какое-то общее Германие, либо у него есть образование строительное... Не суть, да. Не, я тебе скажу суть. Он был компетент подводного плавания. Обстоятельства столкнули вас с человеком, который порвался всем внешним миром, а вы нарушили мое уединение невольно. Моряк был подводник. Я не знаю, как... Значит, строитель подводной лодки. Да, строитель подводной лодки, я не знаю. Либо был несчастный опыт с квартирой у человека, соседей, у которых нет звукоизоляции, да. То есть реально люди ходят, и... То есть вот этот триджер от того, что мы ходим, он у них превращается... Вот ты каждый ход, ты вот... Соседи все это сейчас получили вместе с нами. Ну да. Про затирание. Про затирание. Теперь, стяжку там тоже шлифуют, и стяжку там тоже затирают. Какую шлифуют, какую затирают. Полусухую стяжку ее затирают. Почему? Так как у нее очень маленькое количество воды. И чтобы эта вода не испарилась, поверхность заглаживают. То есть они закрывают все поры для того, чтобы вода не испарилась. Какую стяжку сухую шлифуют? Стяжку шлифуют ту, которую делают вот наливной пол, называют, да. Когда заливают. То есть в ней очень большое количество воды, и надо, чтобы эта вода испарилась. Если ты ее на следующий день не зашлифуешь, то есть вот эта корка, которая образовалась, ты ее не снимешь. Это, кстати, тоже относится к штукатурке. Или цемент, песок, известь. То есть это мы затронем штукатурки. Если ты ее на следующий день не затрешь, тогда она у тебя вся полупается. Почему лопается стяжка? Потому что в ней очень большое количество воды, и эта вода, пар, в виде пара хочет выйти. Как она может выйти? Только через трещину. Поэтому она ее рвет. И goodbye, Америка. Ну, то есть, либо, хорошо, поливание стяжки. Поливание называется это... Вот, допустим, я в своих ремонтах. Я прихожу, ставлю маяки, делаю, шлифую, накрываю, поливаю. Ты поливаешь для какой цели? Для той цели, чтобы она не пересохла. Ну, да. Я бы не поливал, я бы лучше стекла заклеил, бумага, газеты. Ну, просто на воду. Побрызгал, либо побрызгал на окна воду и заклеил газеты. То есть, мы даже как-то... Когда я был маленький, мама так делала дома, чтобы в квартире было не сильно жарко. То есть, тогда температуры у тебя нету. А дополнительно ее смачивая, да... То есть, это называется вообще вот этот процесс, когда смачивают дополнительно бетонную поверхность снаружи. Почему? Ну, называется этот процесс бетон-нахт-бехандлюнг. То есть, после того, когда ты уже залил, ты за ним ухаживаешь. Строительная фирма в Германии это, как правило, не делает. Если это делает, это стоит дополнительных денег. Вот просто человек, чтобы встал и весь бетон реально побрызгал. То есть, это делается в жаркое время года. Для того, чтобы бетон, да, вот взять, если бетон... Стяжки, так как снаружи, не льют, да? Ну, просто не льют. Ну, там стяжка является бетоном, по факту. Это бетон, который без арматуры. То есть, у него точно так же, я уже показывал, как минимум 270 килограмм на метр кубический стяжки. Вот так. Больше либо равно 270 килограмм на метр кубический. Да? И вот здесь, вот этот момент, он опять связан с физикой. Да, если бы у меня сейчас были мои талмуды, с моей учебой, я мог бы полистать, открыть, сказать. Почему поливают? По той простой причине, да, что вода в бетоне, она расположена на всей плоскости. Там был расчет скорость ветра. То есть, при скорости, определенной скорости ветра, то есть, за счет ветра, ветер забирает ту влагу, которая на бетоне. Поливают ее для той цели, там, в течение часа, этот бетон, я не помню, теряет до 1,3% воды, состав воды. Одна треть, в течение одного часа. Где-то такие цифры. То есть, соответственно, у тебя верхняя часть, она остается без воды. И здесь цемент, он не может образоваться. То есть, прочность его потом, она начинает обтираться. То есть, у нее не хватает цемента, не хватает воды для набирания прочности. Это дело, потому что я запарился, переделывая стяжки. А я тебе, вот, переделывая стяжки, это то, что вот он буграми, да, ворбунг, я не знаю, как по-немецки, но ворбунг это бугры, да, то есть, края поднимаются. Края поднимают, начинают бухтей, начинаются трещины, то есть, ну, много-много разного всего. Ну, это вот. Причем ты-то делаешь ее, как бы, от всей души, там, все как надо. Там, стараешься пропорцию соблюсти, все-все-все. А как ты можешь соблюсти пропорцию? Вот, что такое стяжка, да, стяжка, цемент-песок? Это бетон. У бетона есть квалификация, да, его прочность на сжатие. Вот в Германии стяжка, это вот у нее прочность такая, C20-25. Там определенное количество килоньютонов. Там бетон, ну, то есть, 20B-20 или что? Да, ну, B-25 это бетон, да, но B-25, это, это, короче, он есть C, есть B, да, то есть, его противник, так. B-25 это C-30-35, то есть, это класс выше, то есть, там цемента не 270, там, может быть, цемента 320 килограмм на метр кубический. То есть, есть бетон в Германии, который, да, он воду не пропускает. В нем состоялся состав цемента, да, части цемента больше 400 килограмм на метр кубический. То есть, это, который, ВУ бетон называется, он так, ВУ бетон. Поэтому, поэтому, если у тебя марка, да, минимальная марка C20-25 или B-25, это C30-35 или C25-30, я сейчас не помню. Может быть, C25-30 даже, это будет чуть-чуть меньше, это очень хороший бетон. Это очень хороший бетон. Но это готовая смесь. Ну, да. Правильно, значит, в ней должно быть вот эти крупинки песка 002, 008. То есть, ты, если засунешь туда руку, ты должен почувствовать там камушки. 008 это там камушки, да? Не, не, ну, там даже, подожди, там еще щебенка, и давай. Вот именно, вот это вот и есть камушки. Там еще прям, там не косо камушки.